классный кофе так так продолжим всю эту работу с мини мастера моим любимым с большими колесами с грузовым из погрузчика колесо буду все это делать один будет сложно будет трудно но я как всегда ничего не боюсь и все сделаю напоминаю что конечно же мини мастер ни в коем случае не заменит допустим комплекс 2 или gp2 или что-то подобное влканизаторы но вполне себе работая рабочая нормальная машина в двухэтапном методе свое время то есть он у меня был единственный именно он мне помог развиться и нормально докупить часов кучу всяких всяких разных влканизаторов я даже и не знаю честно говоря сколько х я отправил своих два у кондизатора туда же и ты туда на север якутии то есть с этими партнерами своими поехал но я уже сказал комплекс 4 то есть это все началось и мне именно вот с этого маленького доме мастера раскрыв его таланты и способности кофе брейк то есть это помогло мне хорошо и заработать опять же главное не бояться все делать терпеть и делать все как будто бы для себя первым делом попробуем все это започковать в бочину конечно вдвоем это гораздо легче но допустим у меня театр одного актера так пойдем заберем сейчас ладно буду пока с этим работать то есть уберу сетевое шнур это заберем все с собой туда и опять же кстати обратите внимание на мобильность и насколько он легкий и намного легче даже импортных аналогов с образных организаторов которые я наблюдал этот с этим намного проще и легче справиться так что мы имеем не всегда тележные колеса будут ремонтироваться сбоку поэтому 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 допустим в данном случае смотрите какая ситуация в данном случае я могу допустим эту покрышку засунуть организатор вместе с с-образной с подковообразной этой штучкой-дрючкой а допустим в рулевку или тихотевскую покрышку 315 шириной или уже я ее уже могу не запихать поэтому вполне себе вполне себе допустимо все это убрать прибрать и так а у меня нет с собой этой вон той штучки так я тогда возьму наверное другую который у меня были подготовлены час уберу все это беру потому что мне очень долго вот эту доставать штучку вставку из с-образной из подковообразной единицы я потрачу на это время но съемку мы прекращать не будем чтобы все было как всегда естественно натурально без всяких театров так на данном этапе я могу использовать тогда без подковы так сетевой шнур где-то снятый все отлично могу использовать организатор без подковы потому что у нас может быть грузовая покрышка любой ширины обращать сетевой шнур вот он мне он пока не нужен внимание на то что задней стороны есть такой очень хороший классный удобный упор он вылетает ну конечно же вылетать должен на нужную высоту это я вам покажу продемонстрирую и покажу как ему мило пользуется здесь отверстия специальность и регулируется на равную высоту высоту что мы имеем допустим мы планируем все это зажать бочину боковое повреждение нам не обязательно делать большую высоту так также мы имеем те же самые подушки допустим повреждение возьмем классическое сбоку подушка также должна перекрывать полностью все весь размер повреждения с этим в данном случае в данном случае никак там вешаем покрышку на тены оставим верхней тены на центр подушки а подушка уже лежит по центру повреждения далее чтобы облегчить себе работу и задачу я выдвигаю опор вниз все получается уже две точки опоры на луканизаторе и уже становится гораздо легче снизу я располагаю тену как мне нужно вдоль повреждения или поперек к это как я считаю нужно все зависит от место расположения и от размера повреждения и устанавливаю внутрь подушку так же как я считаю нужно главное чтобы все было равномерно без всяких козелок и все давило одинаково по всей площади за этим нужно следить это тоже не просто но это выполнимо раз это могу сделать я то вам это вполне всем под силу и потихоньку самое главное кстати во всех положениях вот этих покрышек на плече на протекторе на бочине сохранять вертикальное положение вулканизатора вот это ось должна быть всегда вертикально а там объясню почему так легче всего его устанавливать и потихоньку этим поднимаю стараясь сохранить вертикальное положение опираясь на верхнюю тену опираясь на верхнюю тену сохраняя подушку по центру повреждения сохраняя тену по центру подушки немножко вот она немножко дошла чтобы поджаться надо сохранить положение надо увеличить задний вот этот упор и опять проверить четкость расположения и площади соприкосновения подушек с повреждением внутри обязательно надо заглянуть внутрь с фонариком посмотреть глазками все это проконтролировать у тебя сейчас все равно ничего не получится пыли так если все вы довольны что у вас получилось все равномерно распределилась все стоит вертикально зажимаем вулканизатор и также но не вот ни в коем случае не вытаскиваем эту закрепительную замковую штучку и все включаем заводим вулканизируем нужное на время и потом приклеиваем заплатку на холодную то есть это тоже двухэтапный метод ремонта естественно таким образом все у нас лечится бочина чуть сложнее чем легковые покрышки допустим но это вполне выполнимо и вполне себе нормально но я этим работал и причем не один год кстати работал разбираем точно так же я делаю сразу повыше убираю потом ставлю все это на ногу убираем опорную пластину все отсюда также сразу же мы не отходя от кассы займемся монтажом вулканизатора в плечевой зоне все стоит сид живет отлично чтобы вылечить плечо нам нужно вот как о том чем я говорил сохранить ось луканизатора мини мастер как можно более вертикально и поэтому это примерно перпендикулярно все это зачекерпондил поставил маленько под наклоном с этой стороны заходи будет я думаю удобней и информативней верхнюю подушку выравнивающую положил на плечо снизу она естественно как всегда повторяет форму плеча сверху повторяет форму плоской тены накидом лучше видно так будет лучше видно классный кофе тек далее 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 так далее мы уже той плоской нижней самой подушечки воспользоваться не можем мы обязательно должны взять подкова образную штучку которую которые могут у меня свободно есть очень хороший опять же клуб луканизатор мобильный трансформируем и как по сути угодно окей окей этой высоты нам нужно платить чтобы снизу поддавить то до плеча подушечку готовим заранее рядышком это у нас рабочие это будет нижняя тема верхняя на самый верх также все располагаем центр подушки центр повреждения и центр верхней тены здесь уже я поддерживаю руками и там примерно заранее увожу это конечно сложнее мне все на льсу делать но это все делательно было бы желание подушечками сильно аккуратненько чтоб снизу ничего не слезу чтоб сверху ничто не уползло никуда так видите вправо полезно я просто выравнив и смотрю чтоб все было вертикально так вот-вот зацепилась обязательно надо проверить заглянуть туда все пощупать чтобы ничто не убежало все равно равномерно зажало вертикально так же все есть контакт здесь мы можем уже без всяких поддерживающих устройств просто на фиксации на стяжке вот это вот хорошего интересного механизма вот так удержать но во временном организации это на вполне всего хватит так с протектором все где демонтируем сразу до конца цвета пуская чтобы 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 было мне место для маневра ну естественно для протектора у нас покрышка становится вертикально что-то нам надо как штучку дрючку подойдет у нас в этот раз security к герметик неплотности допустим для упора что мы имеем сбоку зайди пожалуйста оператор мастера спилберг здесь допустим повреждения подушку кидаем на центр повреждения так здесь также нам понадобится высота вот этой подкова образной штучки вполне вполне подходящая вполне нам этого хватит и смотрите как на сбоку снять как завести приходит завести придется все это одни одному вполне под силу вполне нормально тогда поддержим тену поворачиваю по форме подушки центр повреждения центра подушки центр тена все совмещено здесь мы убираем подкову в разную штучку ну поворачив чтоб она не мешала располагаем подушку на тайне равномерно все все порядок и потихоньку так как чуть коснулась обязательно проверить все ли там равномерно все ли хорошо все так же зажимаем заводим на нужное время куда надо упираем все и проблем и вопросов с этим никаких не возникает естественно после горячей организации все это обрабатывается обрабатывается под пластырь клеится на холодную и через какое-то время там все это готово так с грузовыми и занимаемся погрузчиком так все началась самая интересная самая трудная часть это покрышки погрузчика и работа естественно мини мастера повреждения могут делаться то что попадает под размер подушки нагрев не нагревательная а формовочка который придает форму иногда может быть даже чуть больше то есть до 2 этапа можно за локализировать лишь бы все это каркас не показала потом с помощью я думаю самого лучшего материала тег на холодной локализации все это отремонтируется именно вот это вот то что у меня подженился мини мастер и очень хорошие вот это холодная локализация тег материи то это самое дал мне результат для развития для локализации в общем в общем все это ля 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 и вам молодец я и тег материя тоже в том числе единственное что я не покажу наверно на самом большом на самой большой покрышки то что у меня на улице стоит как я там по-другому коннеса расставлю я продемонстрирую это на этой молодец клипыш это продемонстрирую на этой потому что там уже холодная уже вечер устал мы снимаем все это с самого утра то что там холодного вы можете посмотреть то что мне я уже обулся все лето прошло начался гребан и сезон зимний я надел в калифорнию все равно свалю нафиг так что мы имеем на данном этапе здесь мы когда допустим вулканизируя бочину кстати да покрышка отремонтирована на это мы не сможем также поставить вулканизатор как и на бочине грузовой покрышки потому что если мы уберем вот это вот подкова образную штучку а поставим покрышки так профиль изгиб кривой профиль борта покрышки он упрется в нижнюю часть вулканизатора и не дает нормально не даст нам нормально продавить но ширина покрышек погрузчиков позволяет нам использовать вот эту подкова образную фигню который я считаю очень хорошо и помогает данном случае также очень хорошо нам пригодится вот этот задний упор и все по сути то же самое что и в грузовой покрышки также опять же видите рожал борт это рекомендую всегда рисовать кресты на повреждениях всегда почему-то очень многие этим пренебрегают потом после работы там говорят где-то там что-то не дожала где-то что-то не дошло нет для ориентира всегда вы должны использовать кресты все крест нарисован на повреждений по центру просто положили подушку также снизу придали профиль покрышки сверху профиль плоская тена и по вот этому как подушка лежит на центре креста а уже тена лежит на центре подушки тем самым вы все это нормально центруете здесь подушечку нижнюю также хорошо и придать форму чтобы она везде все было нормально там распределена без всяких козелок и также по центру стараться всегда никогда не ленитесь точнее заглядывать внутрь что там происходит всегда надо после зажатия вот этого организатор постановки и успешного зажатия всегда залезть глазками туда последний фонарик и вы увидите что все там прекрасно и хорошо и только после этого не увидишь фонарика нет и никому не покажу там секрет все там нет подушки и зажимая все с бочиной как бы мы разобрались это не так сложно ничего интересно по сути то же самое что и на грузовой покрышки обычная тема просто что это все немножко больше тяжелее и нормально хорошо когда у вас есть помощник не забыть убрать сзади стоечку так убрать сзади приходится подушку а потом достаем весь организатор с плечом по сути то же самое что и также с грузовой покрышки ничего в общем-то нового и интересного нету также мы стараемся сохранить вертикально кладку уважения организатора не угру так и единственное что мы все можем мы должны немножко увеличить высоту всей этой нижней платформы как и показывал вам на легковом тихо тихо широк даже надо легково широкой покрышки от лучшей в мире машины тойота танды увеличим высоту нижнего штока может не должно хватить думаю должно хватить все здесь разбирается все здесь трансформируется очень удобно у кандидата ну да действительно он требует таланта маленьких он не настолько простой как другие у меня есть но при правильном подходе предложенном вот этом всем отношении к нему он способен на очень 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 многие вещи я считаю что он просто многими недооцененные за своей сложности но опять же говорит тот организатор который дал мне хороший старт и помог мне вовсе вовсе развиться здесь понятно плечо как обрабатывается как я потом когда приеду с никути начну вот эту грузовую серию не успел честно говоря до отъездки снять разделку и ремонт грузовых покрышек к сожалению занят был вот этими делами сборами подготовкой болтовней по этой поездке всякой решаемой боку зовем также все центр-центром совместил здесь конечно полка мешает так там у меня есть пространство туда положить подушечку главное все это не лениться делать не бояться делать все надо правильно и верно когда-то когда я был помоложе и мне нужны были деньги этим мини мастером заварил колесо от кировцы большое радиальное помню повреждение в ботине было такое что башка моя пролазил туда фотографии даже где-то есть я это повреждение заварил потом когда вывел всю геометрию нормально я наклеил на холодный кепсом за работам работал по моему первый тысяч тридцать с этого организатора это был хороший заработок и по сути он оккупировали стоимость самого организатора тогда кстати да немаловажно еще фактор цена вот этой игрушки так там снизу нормально могу отклонить зажать все и в такой позиции вуаля можем оставить все это указироваться но здесь уже время организации будет побольше потому что она точнее резины побольше главное все это возможно и все это вполне порядке и приемлемо все это аккуратненько ну и все то же самое с протекторной части абсолютно та же самая история также мы рисуем крест для ориентира единственное что в сельхозках нас ограничивает протекторной части это высота борта но с этим я покажу хоть как немножко бороться а самое главное нас ограничивать ширина покрышки и поэтому то что мы можем максимально куда долезть это вот это не помню сколько по моему 27 сантиметров здесь но я сейчас не помню честно говоря сколько точно на протектор поэтому дальше в сельхозном мире никогда у меня не было больших организаторов которые сейчас имеется у меня термопресс и комплекс 1 и комплекс не комплекс они нет вру и никогда не будет даже бесплатно комплекс 2 и комплекс 3 и еще когда gp2 лпс там в общем любую могу указать а сейчас воспользоваться далее правильный это организация раньше в сельхозках я когда не мог добраться этим организатором правда это было пару раз всего для джунгера могучих покрышек пользовался оба компаунда есть тоже покажу пользуюсь нечестно было потом тоже как-нибудь расскажу подробно куда его использую для чего он мне нужен так есть тоже заводить надо умело так все вместо есть странство есть и дар и опять же повторюсь 100 раз пусть я буду как зануда мой товарищ но повторюсь каждый раз когда вы устанавливаете организатор всегда вы должны там все с фонариком просмотреть проследить ровно расположены ли ты на ровно ли подушкой иначе результат переделывать это очень дорого и долго но и она это не интересно окей с этим с протекторным ремонтом все в порядке теперь такой интересный вариант когда покрышка либо сельхозки с очень широким большим высотой профиля борта вот это самое интересное одному у меня вряд ли получится ее установить но я покажу все равно что это должно получиться но так и делал несколько раз вполне очень хороший результат мне нравится в порядке так удаляем вот эти вот внешние запчастухи при очень длинном широком борте борту борту монтой фигне не получается снаружи и когда вот эта штучка верхний тен сверху нормально все это зажать и она просто-напросто не достает тем более сельхозки они тонкие покрышки она не получается сверху нормально зажать и даже снизу если нарастить все и шток это и подкову водообразную эту штуковину нормально все это не выходит в этом случае случае просто его переворачиваем вот таким вот образом но одному да мне сейчас вообще не получится делать но тем не менее хотя бы поверьте на слово что это возможно кто-нибудь один придерживает это можно все туда удавить вместе с верхней получаться верхней цены есть да это было сложнее интереснее всего то есть ремонт с такого борту я смогу сделать точно нагревательную подушку единственное условие единственное условие единственное условие вы помните то что играл про рычаг который должен давить висеть всегда вниз своим весом здесь его приходится натягивать вверх и чем-то подмазываем подматывать там у меня есть для этого специальные резиночки стал честно говоря думаю очень продуктивное получилось и хорошее видео расхвалил и раскрыл вот эти способности классного организатора я думаю недооцененного мини мастера от этих товарищей златоустовских всем привет успехом другие груши 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 Продолжение следует...